доброе утро дорогие друзья продолжим нашу недельную главу немножечко о семейных отношениях продолжим ну и еще несколько тем начнем с мидраша мидраша рассказывает о супружеской паре муж и жена были праведниками но у них не рождались дети около 10 лет они решили развестись они вступили оба в повторный брак новая избранница мужа праведника оказалась нехорошей женщиной и он опустился до ее уровня жена праведница достался муж нечестивец но она сумела повлиять на него в лучшую сторону и он стал конце концов такого же уровня духовности и морали как она эту притчу приводит для того чтобы показать ведущую роль женщины в строительстве еврейского дома атмосфера и само благополучие семьи во многом зависит от именно ее женской интуитивной мудрости вообще мир в семье это основа мира на земле кстати это не значит что мужчина имеет меньше обязанностей сказали мудрецы вообще что большинство семейных ссор нелепые мелочные но когда они возникают мы переживаем их очень сильно если вы относитесь к происходящему более спокойно и взвешенно то можно погасить пожар ссоры в самом начале всегда можно найти компромисс стараться там по крайней мере который отвечает требованиям обеих сторон нет ничего более замечательного говорят мудрецы чем удовлетворение желания обеих сторон в результате удачно найденного компромисса наши мудрецы находили компромисс даже в галактических спорах утверждают что сила компромисса прекрасные силы закона это надо запомнить если для установления закона должно быть не менее трех судей по закону то для достижения компромисса двух для большей наглядности маленькая такая притча о от магида из кожницы муж пришел к нему начал жаловаться моя жена каждую неделю на субботнюю трапезу готовит очень вкусный кугл я его обожаю но стоит мне подумать и начинает у меня прямо я не знаю слюноотделение но знаете как она издевается надо мной она меня мучает а вы думаете я получаю кукол сразу после произнесения кедуша никогда она дает рыбу потом бульон потом курицу картошку и только в конце когда мы желудок уже полный я не в состоянии съесть ни кусочка приносит мой любимый кугл вам не кажется что я должен с ней развестись жена при этом сказала так поступала моя мать разве имею право нарушать законы я так моя семья жила магида из кожницы предложил ей готовить на шаббат два кугла муж сможет отведать любимое блюдо сразу после завершения кедуша а второй кугл подается в конце соответствии с обычаями жены муж и жена были счастливы и довольны с тех пор в честь этого компромисса на субботний стол самого магида из кожницы подавали два кугла после кедуша в конце трапезы и первый из них назывался кугл шломбайт вообще сказали мудрецы что мир надо любить и стремиться к нему ибо мир есть источник благословения в семейной жизни и вообще в жизни пары и вообще в жизни мира не забывайте что между членами семьи особенно между супругами существует такая глубокое внутреннее желание жить в мире иногда она не у всех вы прорывается природа этой любви заключена в том что души супругов прежде чем сойти в этот мир были одной душой которая разделилась на две половинки на небесах и оказавшись на земле в телах двух разных людей эти части одного стремятся соединиться хотя бы быть все время как-то вместе и так далее вообще самое главное в настрой вот всегда здесь человек улыбается будет улыбка в семье проснулся утром проследи за собой чтобы у тебя улыбка была чтобы ты сказал хорошее дело давайте короче кое-притчу однажды в квартире у одной женщины расцвел кактус он пять лет там стоял ничего и тут расцвел женщина пришла очень хорошая национальная подумала у плохих людей кактусы не расцветают и в этих хороших размышлениях она спустилась метро и наступила на ногу мужчине на его замечание она не заорала как обычно со скорпионным видом сказала не сердитесь пожалуйста мне не задержаться хотите наступить или на ногу и будем квиты мрачный мужчина улыбнулся и проглотил то что он собирался сказать по поводу неё да и вышел на станции там купил газеты вместо того чтобы нахамить продавщицы которая запуталась в сдаче и разобрать обозвать ее как он иногда бывает нерасторопной коровы он сказал что ничего страшного пересчитайте еще раз я с утра тоже часто ошибаюсь продавщица не ожидавшая такого ответа расчувствовалась и отдала бесплатно два старых журнала и кучу газет одному пенсионеру который не было денег он покупал одну газету подешевле довольный старик пришел домой встретил соседку на это же не устроил ежедневный скандал что ваш ребенок топчется как слон а сказал какая замечательная девочка я вижу что у меня глаз наметан и будет красавица соседка отвела ребенка в сад вы еще не запутались на работу в регистратуру она не стала кричать работает она бестолковую бабку записавшуюся на прием и сказала не расстраивайтесь сейчас все сделаем бабка попав на прием не стала требовать выписать и недорогое действенное лекарство которая наверное поможет а вздохнула и сказала я понимаю что старость не лечится но вы доктор поймите я хожу к вам простите что я часто хожу а доктор направляясь домой вечером вспомнил настроение поднялся от бабушки кто раньше ему портила подумал что он не было матери уже долго много-много времени и как это стыдно что столько времени не было он взял торт с кремом поехал к дому постучал зашел и говорит вот мама я зашел тебе вот тортик я давно у тебя не был женщина сказал ой как замечательно посмотри какой у меня кактус расцвел на балконе люди это круговорот добра если мы его запускаем и но придет и к нам если мы его останавливаем ну тогда к сожалению есть проблемы бракова от плоха крутим добро